Продолжение следует... Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал они не знали, а я не стал рассказывать. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было б куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Но хищение. Но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. Три месяца спустя огласили приговор. Виторио Антонио Скалетто. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к десяти годам лишения свободы. Субтитры сделал DimaTorzok Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы. Все они здесь. Худшие из худших. Так, встрой, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Пошли, уроды! Хочешь проблем, каёныш? Я... Простите, но я не могу. Тебе что нравится, придурок? Быстро! Стал и вернулся вчера. Я... нет! Эй, ты умник! Не заставляй меня повторять. Шеренду! Двигай! Стоять на месте. Направо. На другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды. Я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так начну. До небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло. Мы вас спустим с поводка. Но только, чтобы грязь отмыть. Построили шеренгу изо мной. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, меня тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Ладно, поехали. Эй, мешок дерьма. Делай, что сказано. Слушай, красавчик. Или делай, как сказано. Или пожалуйте в карту. За мной. Пытаешься меня достать? Дом, милый дом. Лезь. Дом, милый дом. Не чтоб тихо утром. Вот он, мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Планится пулям в Европе и то круче. Три дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галланты, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Эй, мне бы поговорить с Лео Галланты. Не покажешь, где он? Вали отсюда, пока я добрый. Я ищу Лео Галланты. Отвали от меня, нахрен. Следующим летом выйду. Безунчик. Эй, мне бы поговорить с Лео Галланты. Не покажешь, где он? Приятель, отвали. Я ищу Лео Галланты. Исчезни с глаз моих. Она только начиналась. Вся ваша мау. Всем работникам кухни на берегу. Ваша смена. Всем работникам кухни на берегу. Ваша смена. Говорились кушай. Я тебя знаю. Ты тот итальяшка, который был в Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Парни! Мама была права. Бог он есть! Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отложил. А это любопытно. Небольшой пари. Убери, мы мажь. Ну давай, я жду тебя встал. Быстро. Бой! Бой! Это будет попроще, чем когда я твои мамаши в зад присунул. Бей ему, дубы! Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Закрывай. Унил меня чуть не прикончил, но я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Как долго вы будете его там держать? Пока они сделают выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться. Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить. Да. Один из ребят Климента сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Климента. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого, Онила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание. Это Вито. Он будет нам помогать. У Пеппе намечается важный бой с Онилом. Ему нужен с парень партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет, не вариант, правильно? Я не помню, что бы спрашивал. Ладно, ребята. Поехали! Ладно, сегодня будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пеппе. Сверни ему могучую челюсть. Пеппе, уходи от удара, как я показывал. А потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Ах-то, Пеппе! Не задирай свою буту, что ли тебя дери. Ух ты! Только посмотрите. Эй! У нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пеппе. Хоть он и немногие. Хорошо, хорошо. Давай еще два раза. Так, еще раз, Вито. Блин, это больно. Отлично! Быстро учишься, сынок. Ладно, ребята, на сегодня хватит. Молодцы! Так насколько ты близок к Клименте, Вито? Если честно, никогда я его не видел. Всегда работал с Генри Томасиной и Лукой Гурино. Ха, надо же. Этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за пять тысяч. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. Так это как бы больше, чем обычно? Ага, на пять тысяч больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... Разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Давай, покажи еще... Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Каланте. Подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Вук. Подлый? Ты поставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да. Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Китайцы. Шустрые мелкие сволочи. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? Бей быстро. Измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Эй, а китайское печенье из китайоза этого выпало? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Забей его до смерти, быстрее. Забей его до смерти. Так, бей его. Быстрее бей его. Вот так. Бей, бей. Ай-а. Плохо он учился. Забей его до смерти. Быстрее забей его до смерти. Вот так, бей его. Быстрее бей его. Вот так, бей его. Бей. Его учитель будет не рад. Бей его. Бей его. Бей его жива. Ай-а. Почему он не пить в стиль тигра? Пошли, Скалета. Опоздаешь на работу. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет, нет. Нам бросили вызов черномазы. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали. Не подведи меня. Эээ, смотри сюда. Я сведу эту белоснежку в школу. Я его так отделаю, что родная мама не узнает. Ну что, как мне было? Да я! Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Эй, да этот Ханыка только ложь, чтобы плачать у тебя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пилонишь, как обычно. Кто учил? Давай, Вито. Хватай его и... Отлично. Теперь красиво. Просадим нашу белую коплю. Молодец, малыш. Молодец. Твоя доля, Вито. Ты заработал. Шухер, синий идет. Что за шум, мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. К тебе пришли. Привет, Вито. Привет, Франи. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо. Спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вито. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твоей руки попросил, но я за тебя рад. Вито, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай, давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вито. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франи. Иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми. Подарок на свадьбу. Вито. Нет, нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вито. Пока. Пошли, Эскалета. Сортиры сами не помоются. Ура. Ура. Сортиры сами не помоются. Чак. Ура. Сортиры. Сортиры создал. Сортиры создал. Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Да ладно, ребята, я просто немного распеваю. Ладно, какое тут унылое песню. В чем дело? Драй давай, хуже будет. Эй, а этот чё грязный? Мой ещё раз. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стату. Шагом марш! Ладно, скалета, раздевайся и мой своё величество. Чего застряли, а? Да, шевелите булками. Слушай, Франки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял? Сходи, покури, что ли, а? Ха-ха-ха, ладно. Развлекайтесь, извращенцы. Какие шарамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, сладкий. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Ну, выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шёл бы ты на... Ясно. Значит, по-плохому. Хе-хе-хе, шоу начинается. Пыта... Ясно, парень-то боец, а? Быстрее, Джон, времени мало. А всё могло бы быть проще. Не вырубай его, пусть порёт на славу. Всё, эй, эй. Так, так, так. Это что ещё такое? Где Фрэнк? Давай, парень, с песней. А, ещё, в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Нет, нет, нет! Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача, и свадьбы, все мои сбережения ушли на похороны. Мистер Галланты хочет тебя видеть. Пошли со мной. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдёт. Что делать будем? Пепе уже всё продумал. Я тут кое с кем перетёр. Короче, у Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернётся не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернётся, я дам знать. Ладно. Тогда вперёд. Эй, Онил. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Иди сюда, Мэри. Не думаю. Ещё сильнее. Умничка, Мэри. А, да меня мабуля, коло... Это всё? Тут тебя охрана не спасёт. Давай, Слизняк, ещё раз. Я тебя прикончу. Иди сюда, Мэри. Не думаю. Тут тебя охрана не спасёт. Ещё сильнее. Умничка, Мэри. А, да меня мабуля, коло... Это всё? Давай, Слизняк, ещё. В этот... Боже, из чего ты сделан? Малышка, ну же, постарайся. В этот раз я не буду. Заткни пасть. Всё обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито. Что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу. Точно не буду работать на Клемента. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне. Альберто – большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся. Он своё получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придётся дать объяснение. Кому? Я думал, Клемента, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как всё устроено. Видишь ли, в Эмпайр Бэй не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. Если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться. Это комиссия. Круто. А мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет-нет-нет. Ничего подобного. Ты молод, умён и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны. Не одному Клементе. Да, но я даже не знаю, кто есть, кроме него. Кроме Клементе есть ещё два босса. Один Карло Фальконе. Второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи, человек чести, уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я канцельеря Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок всё это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе. Иди. Попробуй. Продолжение следует. Продолжение следует...